Друзья, всем привет! Ну что, погодка у нас вроде бы более менее шепче, поэтому мы занимаемся с Санькой плиткой. Плитка у нас идет трех размеров, именно эта идет 150х150, толщина 12, а то и даже 14 миллиметров. Советская, новая, старая. Мы кладем на центральный проход, а это уже 18х18, 180х180, но мы запустим в той сарай, то потом следующая история. А пока, ну, посмотрим, нам хватает 150х150 на цей плитки. Хватает нам цей плитки, Сань? Ну, по идее, да, там уже трохи осталось, да? Это тут Саня керует деяку, який брак откидывает, ну, вона вся такая, и длина в ней разненькая, и пропеллеры, и толщина. Ну, то есть, ну, раньше, чеку делал при Советском Союзе. Савдеповская. Савдеповская, да, разненькая. Ну, и туда пойдет на центральный проход. Сашко кладу, мы решили с Саней так будет, ну, дешевле. Саня кладу на пол, на центральный проход, на обычный раствор, то есть, цементный, цемент и песок. Добавляем моющее и клей ПВА. А я начал делать две клетки. Я заходил в сарай, слева и справа первые клетки. Я сейчас начал слева на клей. Вот эта каплитка у нас именно две клетки. Она более-менее по толщине, обычно дешевенькая, 20 на 30. Она и по толщине вся ровненько, то есть, я ей наклею, а Санька там этот. Пойдемте покажем. Вот Саня потихоньку выкладываю. Весь продов мы размочили. Весь цемент, весь набор, что поналипал, отчухали, вымили все четко, хорошо и красиво. Также одервали верхние квадратики на потолку, где было рыже вокруг витяжки. Дальше все идет из бисухе. Просто именно вокруг витяжки она одна была на всю зиму открыта и чуть-чуть по 50 сантиметров в диаметре вокруг замочила. Ну, мы открыли, оно уже просыхает и поменяем. У нас осталось много ремонт, ну, много осталось именно с этого потолка, много новых квадратиков. Переклеиваем, да и все. Ну, а у меня вот что получается. И вот я начал вложить. Первый ряд выгнал, ну и уже пошел в другий ряд. Наклей клеится хорошо. Саня положил ревненько газоблок в том году перегородку. Поэтому я гребешком сейчас покажу, каким образом, как я все все клею. Вот таким обычным гребешком на низ и ровненько. Зачем я делаю, типа, как кладка кирпича, чтобы не так вона подрывалась, чтобы вся была в замках. Чтобы свиньи не подрывали ее. То есть не так, что крестики тут, а крестики. Я без шовки, без шовку ложу ее просто с перевязкой. Она тогда так крепче. У меня так само в том сарае плитка лежит и здоровые маленькие свиноматки, кряки в той клетке было и показывает хорошо. То есть мне надо всю клетку положить в метр и тут так само. Если тут не положить плитку, они сгрызут стенку. Стенка 10 сантиметров толщины и сгрызут и вылезут в кабинет. А так, если положить, она будет вечно тут. И также у нас сегодня ровно 35 дней нашим макстером. Макстером покрывал киевлянку. Киевлянку уже половину висмоктали. То есть будем забирать поросят и приводить ее в новый сарай для доращивания. Заберем их, взвесим и запустим новую клетку. Ну а свиноматку будем ждать, как загуляет, чтобы загуляла. Это именно, что касается этих макстерят. Санька воно так чистой веночком, как кладет. Тут у нас получается, воно вся разно будет, даже в ширину разно будет. Там на миллиметры, а их же набирается штук десять и воно ширина гуляет. Поэтому решили гнать так, ровно по правой стороне. А левую уже по факту поперезаем и подолажаем. Так будет самое лучшее. Что все так у него получается. Ну нормально. Уже даже... О! Это мы положим цей прудов и потом красным цветом будем вложить жалобок цей и жалобок цей. И также опороз на мою днюху, на мидий ножен, который был опороз. Колоссальный опороз. Аж три порося. Три петрена. Вона у меня покрита чистым петреном. Три штуки. Пожалуйста. Дві свинки и один кабанчик. Корм хорошо. Все. Молока много. Но их только трое. Ну что есть, то есть. Это моя любимая Анфиса. Хай. Я думаю ничего страшного. Обязана у нас тоже трех привела. О! Он уже побег. О! Вот такие у нас жевжики. Она кормит их все. Будут хорошие. И также к концу недели приедет человек с Волчанска. Заберет канторів от нашей Ньюорки. Тоже сегодня важили. Ну такого важили. Среднюю 10-11 кг. Им скоро тоже будет 35 дней. Вот такие у нас петрушки. Три штуки. Вот такие опорозы. Поросята красивые, хорошие, живенькие, крупные. Ну что только три. Проголодались. Короче, вот такие у нас дела. И вот видите, где мы обрезали, взрывали потолок. Вот. Вокруг вытяжки получается было сыроватое. А все дальше начало идти. Воно сухое. То есть USB сухое. То есть там везде по кругу у нас сухое USB. Именно это вокруг вытяжки цией. И часть была открыта первой вытяжки. Но там чуть-чуть. Мы тоже поменяем. Вот этих будем забирать сегодня. Они уже просто не влажать физически. Чтобы подъезти. Чтобы подъезти. Вон зажимают друг друга. Уже им места не хватает. И все. Перевел я их уже на старт. То есть в кормушечке им насыпаю стартовый корм. Что этим. Что этим. Все едят обычный стартовый корм. Ни в кого не поносим. Ничего. То есть сейчас они так и продолжают ести стартовый корм. И будет без смены корма. Чтобы не заниматься этой клеткой. Так же все сделать. И этих же макстеров. Переведу в какую-то клетку сюда. А тех, кто у меня там или туда. Так планирую. Что мы клеили. Потолки вот у нас осталось. Сколько. Ну сколько квадратиков. То есть их тут хватает и два раза еще так поменять. Решили. Типа снимали. Вони какой-то треснул. Какой-то порвался. Решили просто. Шпателем их разрезать. Ну в закреплении очень сильно. Что целый квадрат не снимешь. А эти уже. Просто новые. Переклеим. Да и все. У меня все потолки. То есть они под покраской идут. Их надо эмульсионкой. И валиком закатывать. Уси потолки. Поэтому так и будем делать. Ну я думаю или после мухи. Как уже муха будет заканчиваться. Сентябрь, октябрь. Тогда закатать их на зиму. Чтобы не так. Мухи об это самое. Чтобы не так королесили на потолках. И не было черных пятен. То есть муху переждем. А в сентябрь, октябрь на зиму. Скрием перед зимой. Чтобы всю зиму белый чистый потолок. А потом опять так. Поэтому мы заранее это планировали. Чтобы его. И он как покраситься. Уже не будет через стирость. Проходить через этот пенопласт. То есть раз, два. Ляже корочка хорошая. И эмульсионкой моющей. И будет отлично. Ну, это я так думаю. А там по факту подивимся. Так. 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 Потом беру плитку, там где у меня ляпнуло или капнуло, то воно потом витирается, 3 секунды. Дивлюся, все ли в порядке, и чуть-чуть беру ручкой молоточка, и я вам скажу, она держится так, и уже просто физически тяжело одервать. Пошел дальше, так же само берешь, вот так раз, ей так проще вложить, вона без всяких швів. Вот так, и так же дальше продолжаем в таком же духе. Хтось скажет жидкий клей, возможно, но лучше таки, бо густый, потом погано прижимается плитка. Так. 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 Вот так получается. Ну а Санька, он шпандер, он просто сначала гребешком начал, а тогда, каже, ну его той гребешок и начал делать вот так просто. Вот от себя накидываю на глаз, каже, так лучше бы вона пропеллером и чуть-чуть разненько. Ну, в принципе, нам что, нам сам эффект, вона крепучая плитка, толстая и не скользкая, шершавая. То есть плитка сама, там пыталась, чтобы вы не падали, вона не скользкая, она шершавая. Она даже бетон, мне кажется, если с навозом наступить, бетон скользче, чем сама плитка. Она, типа, наждачка нулевка, да, Санька? Да. Как нулевочка. Вот плитку, дивимся, вот, давай, пропеллер. Ну, не кондиция. Нет, раньше так было. Вот, что такая плитка была раньше, а ты думаешь, какая? Вот, пропеллер на вертолёт. Воничная, воничная. Ну да, ну а что нам? Вона товстенькая, хорошая. То есть для свиноводства то, что надо. А так воно все у нас виходит. Так, тут, ну что, так мы, грубо говоря, на сегодня и будем заканчивать эту плитку. Ну, Саня будет заканчивать. Ну, а я, друзья, уже обтираю. Что я сделал? Я ее уже даже и обтираю. Что я сделал? Короче, получилось у меня, что этот ряд надо было резать моей новой плитки. Вот такой, надо было резать. Ну, чтоб ровно под векно. А я думаю, не буду ее резать порзать, Бо еще пригодится и на ту плитку, и на той сарай. Пошел в советскую, порився и нашел тоненькую, тоже вот такую самую кафель, только тоненькую. 15 на 15 см. И как раз у меня пидешку. Ну, оттенки, понятно, разные. Ну, у меня для сарая, и зато я сохранил, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть плиток сохранил. Пидут на ту клетку. И вот так, у меня такой тоже ящик. Ну, такая синенькая, беленькая, голубенькая, там разнобой, но ящик есть. То есть, то мы ее используем саней на ту клетку. Ну, грубо говоря, так и веконцы обошли, все положили, все протерли. Тут вот так. Тут я не стал тоже долаживать оцей краюк. Думаю, резать плитку зачем? Там клеем так, типа, как под штукатур, я думаю, пойдет. Ну, а так вымытым. И, грубо говоря, можно завтра начинать мне ту клетку. Ну, а Саня, я думаю, завтра уже добье сюда до конца. И тут будем тоже делать с плитки. Оцей порожок с плитки. От сюда начнем и так поднимемся прямо сюда. Чтобы я тачкой колодел, а вот ему поросят. Тачкой легко раз и выехал, а не скакал тут. И также спрашивал, куда девается вся вода, что набирается в жалоба. Она девается вон, приемная сотая труба. И с этой стороны так же. Это часто задаваемый вопрос. И эти две трубы идуть, идуть, идуть сюда, под низ. И там у меня под бойней канализация. Три кольца. Она пуста. Я заглядывал, там вообще даже чуть-чуть немало. Воно в песку опитывает. Туда идет только моча. А весь густяк мы вывозим в тачке. Поэтому вода тут не набирается. Десь протекла поилка. Я особо на капле внимание набираю. Потому что воды немало. Она вся сходит туда. А густяк мы два раза в день. Утром и вечером. Не побагато, но есть. Вывозим. Ну вот с этой клеткой и разобрались. Поставлю бункерную кормушку. И думаю, Макстер уже сюда и поселю. Саня говорит, мне можно в ванны ложить. Всякие там ходить на шабашку. А ему, ну советские больницы такие. А мне ванны, евроремонты по квартирам. А ему не отложки, больницы, морги. Да, Саня? Ну вот такие. Под коляской. Под коляской. Под коляской. Будем забирать. А под коляской. Будем переводить, забирать поросять сейчас. Ты уже все доробил в раствор? Да, все же. Клей у меня трошки остався. Сейчас куда-то вымажем. Тебе клей не надо? Не, не надо, мы не клей. Саня, клей не надо. Ладно тогда, будем переводить. А что мы забрались? Все, я так. Поехали. Поехали. Вот тут раз, раз, развертайся. Воу. А Саша полоналаживал плиточки туда? Ну да. Санька, друзья, семейный человек стал. Дети, женка. А я тут помогу. И повертайте, понял? Ну тут он уж да, расстал. И на аллейку выезжай. Едем. Не спеши. Да, а тягай их. Зачем их тягать? И тут я тоже помогу. Вот так, да. Так, друзья, хочем их повзвешивать и также запускать туда. Что давай их туда, а потом там поколаем, да, понамечаем. Так, начинаем. Сейчас мы тут растопим. Их сейчас кинуем, а потом... Они родились ровно 18 числа, 18 января. То есть им 35 дней. Все, нули. Видно, что нули? Видно. Погнали. Давайте. Стой. Пятнадцать. Сейчас. Стой я так. Четырнадцать девятьсот шестьдесят. Пятнадцать килограмм. Ровно 35 дней. Ну то, наверное, и здорово. Сейчас. Первый пятнадцать. Грубо говоря, двенадцать. Двенадцать двести. Двенадцать восемьсот двадцать. Почти тренадцать килограмм. Кто-то сказал в своем видео, что нереально в 30 дней вес больше десяти килограмм. Я не помню, но кто-то сказал мне. А куда ты? Так. Тринадцать сто. Получается малых и немае, да? А вон это и кричать. Одиннадцать семьсот шестьдесят. Ну, двенадцать килограмм. Двенадцать семьсот без двадцати грамм. Двенадцать сто. Крикливые, ага. Хух. Короче, получается, меньше двенадцати некою нема, да? Меньше двенадцати нема. Больше двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот такий вес. Все ровно тридцать пять дней. Вот вам перейшов. И с предстарта я при свиноматке уже попробовал перейти с предстарта на старт. Ну, так чисто для... Для проби. Попробовал. Ну, так, перейшко его не сейчас. Хороший вес. Сейчас я насыплю корма и, грубо говоря, растопим. И хай крутится и вертится. Вот, друзья, пишем... Макстеры. Мы их будем называть Макстеры. Макстеры. Вот так. Вот тут начинаем. Один месяц. Ну, 35 дней пишем один месяц. Вес. Вот так пишем. От... Двенадцати... До... До пятнадцати, да? До пятнадцати. Все, це в один месяц. Следующий раз зложим их ровно в шестьдесят днів. КГ. Ну, а тут уже зложим у два месяца. Вот так. И так по чуть-чуть будем тоже наблюдать. Заводим новый... Новый трафарет. Макстеры. И погнали, погнали, погнали. Потому что Макстеры первые в моем хозяйстве. Тоже интересно провести весовую категорию. Подивиться, что и как будет. Отъем сделали. Что мы делаем, чем занимаемся с Анькой показали. И что Саня хотел сказать, да, Сань? Да ничего не знаю. Ну, друзья, короче, а такие дела. Будем управляться тут, там растоплять. Воду надо им еще подключить. Насыпать корма. И, короче, а так и все. Все, всем пока и спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...